друзья всем привет у нас в работе гольф под полировку жидкое стекло антидождь на стекла и корректировку машина у нас была в работе мы красили морду ей после пдр пришла корректируем есть несколько повреждений на автомобиле которые надо закорректировать в работе будем использовать сейчас глину глины очищаем все стекла кузов все кроме пластика структурно то есть все что гладкая все очищается глины снимается какие-либо загрязнения покажу как очищается стекла под антидождь это такая процедура по-своему особенная но обязательно и что и сегодня мы приступим перед полировкой сразу сделаю корректировку поскольку места чагов не так уж много сразу покажу как их и беру тут я буду убирать применять аэрограф потому что тут все повреждения с характерным направлением тут можно применить аэрограф глина глина это такой здоровый кусок он дорогой но от него нужно отщипнуть небольшую часть небольшую долю и этого куска мне хватит в принципе которые сейчас отщипну на весь автомобиль вот тут я отсюда уже отщипал на две машины то есть два куска вот такой кусманчик я отсюда оторвал сейчас его хорошо разминаем автомобиль уже помыт очищен то есть на автомобиле нету мусора это очень важно иначе мы очень быстро бьем глину и есть вероятность если остался от песок или что-то что мусором разотрем царапки хорошо его выминаем он становится мягеньким и потом можно будет проходить по самому автомобилю сейчас все это дело покажу для работы с глиной использую 49 номер это лубрикант автомэджик глины и мы сейчас попытаемся очистить вот видно птичьи какушки она потихоньку глина у нас превратится в лепешечку такую плоскую более широкую ну это со временем которая хорошо очищает там где глина цепляется там ей нужно поработать там где глина проскальзывает значит там все чисто как бы не стоит задерживаться на этих местах лубрикант нужен еще для того чтобы размачивать само загрязнение которое имеется и также помогает скольжению глины потому что без воды глиной работать невозможно работа без перчаток потому что но мне лично неудобно в перчатках я не чувствую как работает глина после того как отработаем глины надо будет еще раз автомобиль обязательно хорошо вымыть вот видно же даже что сейчас начинает глина загрязняться автомобиль хорошо вымыть высушить потом приступим к очистке стекол после глины после мойки очистка стекол и еще раз мойка то есть тут этот автомобиль пройдет это четыре этапа мойки так ну тут макушка счистили пойдемте покажу как глина сработает вот здесь то есть имеется это не царапина это какое-то загрязнение не исключено что она снимется только растворителем но глина тоже забирает 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 отлично глина забирает это глина не абразивная то есть после нее не остается матовости есть глины которые очень жестко работают но после них матовые участки остаются то есть именно этой глины можно вообще убирать загрязнения без дальнейшей полировки вот в таком русле проходим весь автомобиль очищаем снимаем вот эти как бы так показать вот эти загрязнения это все можно убрать глины так теперь приступаем к очистке стекол я заднюю же почистил нам нужно два состава и что-нибудь чистая салфетка которую потом выкинем первый состав маленькой бутылки это концентрат разведенный один к трем с водой это 66 номер второй состав 777 номер это очиститель то есть у нас есть кислота у нас есть щелочь что мы делаем наносим кислотный состав это нам нужно для очистки водного камня наносим даем ему чутка постоять немного все один борт завалюем то что попадает на кузов это не страшно этим же составом очищается диски только в концентрации два один к двум потом берем тряпочку салфеточку и начинаем активно растирать счухивать водный камень этот процесс не мгновенный то есть надо раз вот я растер сейчас второй раз попшикаю разотру отсюда смоем главное насильно долго не оставлять чтобы он ни в коем случае не высох потому что будут проблемы потом с разводами и обязательно его нейтрализовать первый круг даже тряпка грязно становится уже капельки держатся по-другому на стекле не образуют потеки драпочка вон прямо как загрязняется это стекла чистые которые были работать лучше в маске но я к сожалению в маске не смогу ничего рассказывать потому что имеется ароматик это не супер концентрированный состав все теперь берем теперь берем 77 и активно промачиваем чуть шире чем где мы работали чтобы брызги которые попадали на кузов тоже смыли работать буду секциями сейчас заднее стекло и эту часть смываю водой потом после того как очищу все стекла на кузове еще раз прохожу шампунем он тоже по-своему домой от остатки нейтрализует и у нас не будет никаких проблем хочу показать разницу как стекает вода здесь просто почищены глина и помыто шампунем перед этим то есть тут на стеклах был нанесен гидрофоб показываю здесь стекло гидрофильное то есть полностью очищены на стекле нету никаких остатков никаких составов теперь последний смыв шампунем оставляю так на пару минут пусть поработает где-то там в углублениях куда стекал состав пусть тоже с шампунем нейтрализуется протираю варежкой мохнатой волосатой собираем его может где-то грязь хотя все вынеси вроде хорошо обмываем сушим и готовимся к корректировке так начал эту корректировку делать это у нас получается задняя часть крыла здесь размотовано все две с половиной тысячи это ковокс зеленый потому что тычковать тут просто нечего то есть подкрашиваем с аэрографа протрем липкой салфеткой лакернем аккуратненько с переходным растворителем сразу смешаю лак и потом аккуратно все в полируйся то есть проблем тут быть не должно делаю на ребре скотча такой типу парашютик чтобы не было мне зоны опыла лично дальше никуда теперь катимся к царапинам царапины царапинах все обезжирено обеспылено вытерто вычищено делать я буду по такому принципу сейчас крашу царапины и лишнее поскольку как я сказал площадь повреждения имеет четкие границы можно будет срезать катером лишнее давление ставлю небольшое что такое проблема этих говно и аэрографов том что на них все не слава богу то есть подкрашу я с аэрографа чтобы зерно более-менее хоть имела какой-то распыленный вид а залачив я методом тыка так сказать потому что мне тут ожидать глубину то что я сейчас подкрасил так как но это не страшно это все дело сотрется катером еще смысл не покажу это сидел просто так более-менее хотя бы похоже будет лежать зерно эффект эффектный положили сушка 15 минут прошло подсохла краска берем катер катер без изменных и стул и срезаем срезаем лишнюю красочку еще раз повторюсь именно вот такой тип ремонта прокатит только там где есть полная площадь опоры с перекрытием больше чем в половину катером чтобы можно было спокойно вот отработать его не зацепил краску нигде ничего не срезала отцеплял только лак с лак он срезает грамотно а если есть какие-то неровности он их срезает в тупую поэтому не на всех повреждениях можно отработать катером по краске подкрасить с аэрографа и очистить все дело катера далеко не на всех все внутри все чисто теперь в принципе можно но если там есть необходимость в этом даже не видит если есть в этом необходимость растворителем рядом вытереть ну тут допустим далеко где приплыл тонкий лежит там катер уже хреново берет а чтоб не шкрябать плоскость можно взять просто растворчик и аккуратно вытереть то же самое тут прошу по точечкам короче пшикал везде на ровном где видел какие-либо повреждения и и теперь я пойду разведу быстрый лак сейчас и отработаем здесь уже кистью быстрым лаком принципе прям необходимости вытирать сейчас краску нету потому что когда будем быстрым лаком работать я буду подтачивать еще брать тогда она и ототрется уже остатки замечательно приступим к лакировке залит лак 3800 быстрый взял переходник глазуритовский тут понадобится настроил ствол и аккуратненько есть сейчас выливаем лишнее так не могу снимать и работы заливаю в пустой аэрограф жижу эту заливаю там его можно перемешать чтобы со стенок забрал остатки чуть-чуть чуть-чуть выливаем мимо даже не чуть-чуть а хорошо так продуваем и теперь задача тоненькая так чтобы у нас лак в каплю не пошел это чистый раствор можно еще очень тонкий есть расклеиваемся расклеиваем все и тут пройдем по ребрышку чтобы матовую часть скрыть при полировке здесь не будут использоваться никаких наждаков исключительно паста и круг все тут все теперь это уже выливаем потому что он он у нас смешанный хоть как ни курина в какой-то доле с лаком имеется здесь оставляем на сушку идем рисовать царапины приступим к нашим баранам опять же лак густой два к одному без всяких разбавлений и любимая жесткая волосина волосина так как бы теперь поймать то что мы снимаем здесь будет два приема пролокироваться потому что за один заход ее не укрыть хотя вы знаете волосина себя прекрасно чувствует но он еще даст усадку чутка которую мы потом будем стачивать собственно говоря но все равно второй раз надо будет пройтись хотя бы посмотреть надо не надо то есть проконтролировать в этом случае проще сделать немного больше и потом это немного больше стачить опять же плоскость позволяет это все срезать каттером красиво запилить в ноль потом наждачком и будет красота все минут через 15 подойду проверю может быть еще пока продолжаем прошла ночь сушки естественной теперь мы берем ковок стали блок на нем толикат это наждачок 800 и 1200 и сейчас 800 делаем вот такое вот движение не надавливая я точу только фактически макушку лака понятно что рядом там может что-то забирается но это всего берется 1200 и потом под полировку уже мелким две с половиной наждачком подтачиваем подтачиваем все поймал плоскость хватит переворачиваем на 1200 все хватит тут надо теперь доработать две с половиной то же самое на крупном хватит 1200 все остается маханьки внутри глянчик вот чуть-чуть глянчик это в самой глубокой точке лачок чуть сыграл ну это угадать очень сложно сейчас это все дотрем зеленым две с половиной и в принципе все готово с этой стороны тут уже процесс полировки полным ходом идет ух ты чуть не упал за малым не погиб на рабочем месте вот остаток от самой глубокой царапины не ушла она полноценно так как хочется ну то есть так ее не видно ее можно поймать только под фонарь под каким-то углом и тут все растерто располировано видно только чуть-чуть отличие по цвету потому что аэрографом подкрашивалось но если подкрашивать не аэрографом то это все крыло под покраску пускать потому что там уже локалить особо не ну это будет уже не локальный ремонт треть крыла идем на дело это так а сейчас попробуем вот такую штуковину я же забыл что я ее покупал это тоже клеющаяся фиговина ну клеющийся наждак на прозрачный тип аппликатор 1500 после него в принципе можно сразу вполировывать плюс этого наждака он сильно не гробит шагрень хорошо перебивает риску просто что в большом формате и вот фактически мы доточили ту глянцевую часть которая была внутри в ноль подубрали так 1200 разработали теперь берем автомагик PS1 баночку надо вырабатывать до конца там еще много пасты мех мирка и на таких немалых оборотах дубасим блин куда поставить так телефон чтобы снимать попробуем попробуем берем протираемся PS1 делает конечно вещи вещи чудеса камера соберись у нас вот тут имеется вот она царапины цвет чутка конечно отличается потому что аэрографом нанесено то есть есть небольшое небольшое различие ну по крайней мере вот так вот его уже не видно потому что расстояние дает свое царапины глубокой нет ничего такого не выпадает на глаз результат мне нравится теперь в таком же духе полируем пробегаем по машине и потом мягким кругом и она у нас готова к застеплению здесь тоже все отполировано чутка под определенным углом выбивается зерно ну опять же аэрограф никуда не денешься вот так ну что Саша все доделаем что там а ну она глубокая она все равно чуть-чуть останется еще тут есть микроны ну да Саня под толщиномер допиливает остатки ну а мне тут этот бортик и завтра за стеклями продолжаем у нас кузов там готов и стекла к нанесению антидождя и жидкого стекла посмотрим что у нас тут есть в комплекте от називол это флакон 50 миллилитров с распылителем а тут пломба стоит снимем пломбу потом ага это салфетка для располировки замечательно и и наклеечка ну по наклеечке предложим предложим клиенту захочет приклеить захочет нет так наносится она отдельно насколько я помню аппликатором из микрофиброчки а этим чисто растирается прикольная салфетка брендированная потренировался я составчик наносить растирать удобную микрофиброй которая идет в комплекте этой тряпочкой специально пару раз так делала потому что она какая-то спиртовая у него основа и он так быстро очень быстро высыхает испаряется но она располировалась хорошо потому что я видел разные составы для стекла есть такие которые наносят они такой мутные жижи стоят их потом аж идут располированы очень удобно что впрыскалки не надо никакой бутылочки никакого аппликатора по сути вот сейчас состав начал тягаться его хотя бы можно порасполировывать сразу становится стекло скользким прям сразу очень легко работать с ними прям не ожидал теперь что надо опустить стеклышко и дотереть ту полочку чтобы она тоже была вытертой все окошки обработаны чуть-чуть прошло времени наносили в таком порядке и по рекомендации технолога чтобы говорить потом когда брызгаете на кузов если он будет уже обработан не попадали капли поэтому в таком порядке дальше теперь нанесем тоже от назиола однокомпонентный состав это из простых жидкое стекло у него есть прыскалка в комплекте но я не знаю наверное буду наносить на аппликатор чтобы опять таки на стекла не попадать то есть посмотрим как это как этот состав у нас отработает попробуем конечно в брызгалке я прям удивился когда открыл коробок что есть прыскалка начали работать я наношу состав все-таки на аппликатор так удобнее мне привычнее а Александр сполировал и говорит тугенько идет значит в этом составчике сушничка побольше чем в этом в оверглассе потому что овергласс вообще прям довольно таки легко растирается а тут я даже когда наношу у него вот это вот вот эти вот слои толще и растираешь растираешь да потуже ну и вот так же надо будет два раза пройти растереть сейчас и потом когда все все обработаем еще раз нормуль тут еще надо будет протереть в ложбинка то на втором проходе почухать его да ну этот монокоут он гораздо легче располировался тогда мы даже по времени видно что он легче у нас борт сделан и половина крыши и составчик скажу так интересный он хоть и растирается плотненько ну гораздо плотнее чем тот же монокоут от овергласс ну какой то вот есть в этом шарм что ли изюминка да изюминка меня это заинтересовывает подкупает не знаю чем ты низ не протирал еще до ребра давай потому что я тут уже по фаре разбежался и на аппликаторе этот состав гораздо дольше находится то есть он жирнее получается ну да и почти на крышку размазал так оно видно что ты его пока наносишь он есть он присутствует он наносится и такое ощущение что ты его в объеме даже больше наносишь навалишь будем наблюдать очень интересно и это самый простой у назиола то есть у них есть еще два сложнее и дороже ну один там чуть-чуть дороже другой прям совсем дороже кстати я сейчас вставлю случайно сняли видео такое вставлю вам вставочку посмотрите разница между чуть-чуть дороже и совсем дороже насколько поехала а там тоже едет на этом составе нет явно отличается ну прям когда это дело случайно сняли прямо чуть-чуть под удивились это Дмитрий к нам приезжал технолог компании просто показывал так ну и мы в принципе закончили автомобиль застеклили все даже дверные проемы потому что оставался составчик закатали наглухо теперь мелочевки там подотирать стекла внутри какую-то может пыльцу при пыльцу дверями пока не хлопаем сильно пусть состав чуть поработает подсохнет и в принципе все на машину у нас ушло это мы с вами когда ее начали вчера или позавчера вчера ну грубо полных два рабочих дня вдвоем почти два рабочих дня в одно лицо конечно это посложнее сделать подольше ну вдвоем побыстрее получается по составам я в принципе поговорю с хозяином машины попрошу чтобы он на 1 марку приехал ко мне я ему ее сделаю все бесплатно но понаблюдать за тем как что отрабатывает то есть получить первое впечатление в живую а не по рассказам да и все в принципе как таковое тут проблема что там хоть было еще не добрался там проблема какая-то телепальца фишка дверная ну еще раз дотерка проверяем чтобы все было чисто и автомобиль готов к отдаче хорошо на темном смотрится стеклышко прям красиво ладно приедет на мойку попробуем снять как она работает всем пока и и и и и Продолжение следует...